Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале Майджитирую ситуация с мобилом бэкэндбокса из Франции 20 литровые канистры и мобил 1 в японской металлической таре. По бэкэндбоксам у нас на прошлой неделе пришли 5 видов бэкэндбоксов это ESP 5W30, FSK 0W40, X1 5W30, все это по мобилу 1 и по мобилу Super3000 530 и 5W40. ESP пришло 90 штук, то же самое касается 5W30 3000 серии, по ESP продалось все, все 90 бэкэндбоксов у нас продались за 5 дней по 3000 серии осталось на остатке их 7, по остальным позициям примерно от 20 до 12 штук осталось по разным позициям. Это все мы продаем, еще раз напомню, через наши склады, телефон на наш общий в описании к этому видео, через наши маркетплейсы маркетплейсы только Wildberries и только Мегамаркет, на Озоне мобила нет, Wildberries и Мегамаркет, ссылки в описании к этому видео все есть, телефоны наши контактные там же. По ESP по бэкэндбоксам у нас поступление будет второе, у нас два контейнера шли, они шли с небольшим разбегом по времени, в который контейнер будет у нас во вторник. Угружаться физически на приход поставим, возможно, пораньше маленько, чтобы сделали люди предзаказы. По ESP настоятельно советую, если кому-то нужно купить ESP в бэкэндбоксе, французским конкретно, сделать это заранее. По остальным позициям более-менее ровно все, они там, ну хватит еще 2-3 недели точно. По ESP сделать заказы заранее, потому что они кончаются в первую очередь. Разобрали 90 штук, даже там, ну может не за 5, даже за 4 дня предзаказы все сделали. Поэтому торопитесь, если кому-то нужна ESP сделать заказы заранее по столе, можете там подумать еще, повременить. Напомню еще раз, что можно это купить либо у нас со складов наших, с основных, либо можно сделать это через наши маркетплейсы, Wildberries и Megamarket на зоне Мобила, нет. По японски, а, ну бэкэндбоксы у нас приходится, вторая партия, и как бы следующая, наверное, только в конце мая. Потому что сейчас тяжело бэкэндбоксы возить, это все прям очень тяжело становится. Поэтому настоятельно советую все-таки присмотреться и поторопиться. Про все преимущества бэкэндбокс я уже рассказывал. По японской таре, по металлической, к огромному сожалению, литровые канистры у нас разобрали полностью и тоже будут они только к середине мая. Они выходят, все нормально, то есть мы погрузили их в Японию, все в порядке. То есть они будут, литровые канистры, и в четырешке тоже подойдут. Но это будет только, к сожалению, к середине мая, не раньше, может быть даже к второй половине мая. Вот, сейчас у нас пришло вчера 20 коробок 5W-30, SP-шки Mobile 1 и 10 коробок, вернее, Mobile 1 0W-20. Соответственно, 120 штук получается 5W-30 и 60 штук 0W-20. Они по 6 коробок, как любые японские продукты оригинальные. Что касается Mobile 1, делается он на заводе сейчас в АКМе, в основном заводе EMG, это ExoMoggle General завод, сейчас это Neos Holding. Вот, производится он там давно уже, вместе делается параллельно и тойотовские продукты, Toyota размещает там свои заказы, как правило, на этом заводе в АКМе конкретно именно. И делается там же Castle, соответственно. Вот, ну, Castle имеется в виду для автомаркета. Что касается Mobile этого, основная львиная доля, еще раз напомню, как это происходит. Если в MSDS-ках указана лицо ответственность за химизапасность продукта на сайте официальном Toyota, есть MSDS-ки. Они в свободном доступе, можете зайти, посмотреть, там видите Toyota, GP, там MSDS, она сразу влезет на сайт Toyota, там все это есть. Если указано лицо ответственность за химизапасность в MSDS-ке, ExoMobil, соответственно, продукт сделан, сварен в Европе, привезен в Японии, просто перефасовывается в японскую тару на заводе в АКМе, заводе EMG сейчас, который принадлежит. Если указано лицо ответственность за химизапасность, Enneos Holding или указано EDMIS, что бывает с 0.20, это и спишка, и, частности, Toyota некоторые делают, соответственно, это делают они, варят в Японии в самой непосредственной. Львиная доля продуктов, то же самое касается трансмиссии, делается в Европе. Привозится ExoMobil в Японию и там перефасовывается в японскую тару. Это происходит очень давно уже, об этом мы рассказывали уже тоже неоднократно, в последнее время я делал даже полноценное видео по этому поводу. Вот еще раз напомню, в MSDS-ке, если указано лицо за химизапасность ответственность на ExoMobil, соответственно, это производит ExoMobil, просто перефасовывается. Это все делает ExoMobil, 0.20, как ни странно, да, часть какую-то делает для Toyota, размещает Toyota у EDMIS, вернее, часть какую-то, небольшую, вот не все она размещает у EDMIS, но все-таки этот продукт конкретно, конечно, делает Мобил. Самый популярный вопрос, чем отличается Мобил-1, сделанный в Европе, от Мобил-1, сделанного, в данном случае, не сделанного в Японии, а разлитого в Японии. Да ничем не отличается, это одинаковый продукт абсолютно. Единственное, что на японской банке указывают спецификации для азиатского рынка, это Илсаки. По понятным причинам, АСЭ, они там нахрен никому не нужны спецификации, на них никто не смотрит, поэтому АСЭ не указывают здесь практически никогда. Единственное, что вот на 5.30 здесь есть Dexus-1 Gen3, это уже в уголы, как бы там, чтобы Мобил просто на нем позиционировать, делает маркетинг. По большому счету, там, кроме Ялсаков, японцы смотрят только на IP-шку, все, в принципе. Им эти АСЭ, они вообще на допуске спецификации не нужны, и поэтому они просто не указывают на упаковке, потому что это не нужно никому, зачем, кто будет на них смотреть. Вот, еще раз напомню, что пришло 20 коробок, у нас 5.30, и 10 коробок пришло 0.20. По отличиям, на Авито продается поддельный Мобил, такой тоже встречал, но, скорее всего, на Азоне, на Вайлберис тоже какой-то поддельный Мобил такой продается, китайский у нас, и на позор на наши полки есть в офисе подделка этот образец. Отличия, те же самые абсолютно, что для его японского оригинального продукта, например, Тойота, Ниссан, Хонда, Мазда и так далее. Здесь ручка типа Бридж используется, они не делают Мобилосы с ручкой-трывычкой, вот ручка Бридж. Все те же самые отличия. Я в описании к этому видео оставлю свое видео полноценное, которое называется «Гайд по отличию оригинальной японской тары», так как завод делает один японскую тару практически до 99% своих покупателей в Японии под оригинальные масла и под Мобил, в частности. Соответственно, завод на Гаусс и Кан, здесь видите аббревиатуры NSC на Гаусс и Кан, как Чиба, под ВК Ямич, тоже завод есть. Все отличия тары абсолютно те же самые, что для оригинального продукта. По ним можно легко и просто, по этому видео моему, которое размещу в описании к этому, все это определить и понять, что перед вами оригинальный продукт, в частности по коробке тоже, на коробке, еще раз напомню, японские коробки, они всегда маркируются с даты производства, на самой тары непосредственно, видите, дата производства тары указана здесь. 3.08.05.23 год, восьмой месяц, пятое число. Вот, что касается Мобила, с ним тяжело, признаюсь, его сейчас ввести, и купить, в принципе, в Японии тяжело, потому что настроение определенное в Японии есть. Ну, как бы, вот, возим помаленьку. Что касается Мобила, еще раз напомню, и Япония, и Европа, только, только на наших двух маркетплейсах, это Wildberries и Megamarket, на Озоне нет. Ссылки в описании все есть, наши телефоны контактные для нашего автового отдела в описании к этому видео, может, кому-то проще покупать через наш автовый отдел, мы отправляем транспортными компаниями, в основном в СДК-энергию у нас с ними есть договорные отношения. Все, звоните, пишите, вопросы задавайте. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru, подпишите, поставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока!